Будет следующее. Мы допустили ошибку в 2008 году, когда остановились у входа в Тбилиси, уже был виден знак, надо было тогда добивать. Тогда бы у нас была сухопутная граница с Арменией, и в Армении близко бы не было ничего из того, что происходит на наших глазах. У Америки не было бы возможности попытаться раскачать Грузию и Армению, для того, чтобы создать плацдарм для атаки на Иран, окружив его с разных сторон. Все. На этом бы вся тема была закончена. Если бы в этот раз грузинские реваншисты попытаются начать боевые действия против Абхазии и Южной Осетии, то наш ответ этим братским государствам должен будет быть абсолютно жесткий, окончательный, и мы должны будем тогда решить задачи выйти на государственные границы Грузии по всему периметру их границ, а повесить ту власть, которая отдаст приказ. Казнить народ, я думаю, сможет по закону, все, как любят американцы. Будем с подонками играть в их же игры по их правилам там, где нам эти правила выгодны. Теперь по поводу большого вопроса, это нахождение корейских войск на территории России и той истерики, которая началась на эту тему. Есть ли они, нет их? Верховный главнокомандующий дал абсолютно ясный и четкий ответ, который звучит так. Не ваше собачье дело. Кто находится на нашей территории? Когда заехал? В каком количестве? По одной простой причине. Потому что у нас есть договор между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Это всеобъемлющий договор. Там есть статья 4, которая позволяет в случае агрессии соответственно обращаться к коллегам, подписавшим договор, для принятия всех необходимых военных, военно-технических и политических мер для защиты территории стран, подписавших этот договор. Он, конечно, страшен для врагов Корейской Народно-Демократической Республики, потому что объясняет, что Россия де-факто распространяет свою мышцу, свою длань для защиты народа Корейской Народно-Демократической Республики от любой агрессии, будь то Южная Корея, Япония, Америка, неважно. У нас, напомню, общие сухопутные границы. Наши возможности самые разнообразные, все из которых могут быть использованы для оказания такого рода помощи. Обратная ситуация. Как вы считаете, Корейской Народно-Демократической Республики выгодно, чтобы ее войска, которые не воевали впрямую с Корейской войной и не участвовали в боевых действиях, ну, де-факто, может быть, со времен Вьетнама, я не знаю, участвовали корейские добровольцы или нет, чтобы они получили боевой опыт абсолютно новой войны, чтобы они могли проверить, как работает в условиях противостояния тактики НАТО и оружия НАТО свои вооруженные силы. Да, я думаю, для них это был бы бесценный опыт. Вот как вы считаете, было бы правильно с нашей стороны отказать нашим, ну, де-факто, союзникам в такого рода возможности? Является ли это эскалацией конфликта? Ни в коей мере. Во-первых, потому что, исходя из договора, те страны, которые с нами этот договор подписали, могут использовать, мы можем пригласить их вооруженные силы, в случае агрессии, как мы видим, да, агрессия есть уже на территорию Курской губернии, это на территории, официально признанной всеми, как территория Российской Федерации. Агрессия против нашей страны есть, и мы имеем право, если такого рода договоры будут подписаны, использовать контингенты, которым необходимо боевая практика, боевое слаживание и умение работать против тактик и вооружения НАТО, так как они регулярно подвергаются агрессии. Тут же начинаются крики. Россия настолько слаба, что ей нужна помощь Корейской Народно-демократической Республике. Сточь все это наоборот. Войска НАТО присутствуют на территории Украины, поэтому, когда раздаются вопли, ой, Россия такая слабая, им нужны войска Северной Кореи. Нет. Это войскам Северной Кореи необходимо получить опыт прямого боестолкновения с войсками НАТО, которые вторгаются на территорию Российской Федерации. Я считаю, что идеальный вариант, если вошли бы сюда представители всех стран, которые могут подвергнуться агрессии со стороны НАТО, для того, чтобы получить вполне конкретный боевой опыт противостояния, который им пригодится в ближайшее время. Это надо этим странам. Мало этого, нам плевать на все вопли, когда на полном серьезе заявляют американские дураки. Вот, Корея присылает молодых и худых, идиоты. Посмотрите, кто сейчас штурмует. Это как раз хорошо, если человек худой и молодой. Войну вообще выигрывают, как правило, молодые и худые. Традиционно ее вели. И не только корейцев хотелось бы увидеть на территории Российской Федерации воюющих против стран НАТО. Хотелось бы увидеть представителей вооруженных сил всех тех стран, которым сейчас необходим опыт, для того, чтобы противостоять предстоящей, что очевидно, агрессии НАТО. Притом обратите внимание, США в одиночку никогда не нападают. Они всегда берут с собой свору шакалов. Вы знаете, у нас есть всегда такие скептики. Вот они все время говорят, ну прекрати, ну зачем, ну вот не надо. Надо. Я вообще верю исключительно в эскалацию. Поэтому вот эти вечные рассуждения, а зачем нам приглашать иностранные войска? Им это надо. Я бы вообще сейчас миллион северных корейцев показал и вот пригласил эту замечательную женщину, чтобы она таким голосом обидела. Вот корейская Народная Демократическая Республика и ее вооруженные силы, пройдя Киев, подходят к Варшаве. Два передовых отряда уже штурмуют Берлин. Один отправился в сторону Парижа. И так спокойненько. Да пусть бздят и срутся от страха. Не надо искали... Надо! Жестко надо! И надо побеждать! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова